Смотрите в этом выпуске. Сегодня в Ульяновске продолжает свою работу седьмой международный форум «Россия – спортивная держава». На базе «Волга» спорт-арены развернулась деловая площадка. Здесь работают федеральные эксперты, спортсмены и представители власти практически всех регионов России. Говорят о вчерашнем послании президента, о развитии инновационного спорта и его самоокупаемости. Кристина Агафонова продолжит. Доступный для жителей, выгодный для предпринимательства спорт и бизнес стал главной темой деловой программы международного форума. На дискуссионных площадках обсуждают окупаемость спортивной индустрии, кадровый потенциал отрасли и самые успешные совместные проекты. Задача стоит о том, чтобы развивать взаимодействие с бизнесом. Эта задача сегодня исполняется и, мне кажется, исполняется очень неплохо. То, что касается Ульяновской губернии, это одна из наших лучших областей, где наиболее передовой регион, который эту задачу перед собой поставил, эту задачу начала реализовывать. Кстати, это объект построен по программе государства частного партнерства. Ульяновская губерния готова пойти и дальше, чтобы инвесторы не оставляли возведенные с нуля спорткомплексы. Правительство предлагает компенсировать затраты для его посетителей. За каждым человеком, который хочет заниматься тем или иным видом спорта, любым, каким бы он ни захотел, скрепляется и выдается сертификат, который дает ему право оплатить этим сертификатом услугу по занятию спортом. Это более эффективное вложение средств. Мы четко понимаем, в кого мы вкладываем, мы четко понимаем, какой эффект мы от этого имеем. Мы можем отследить эффективность этих вложений по истории болезни, по количеству больничных. Мы четко можем отследить и эффективность этих вложений для экономики. Эффективно ульяновские эксперты предлагают использовать и пустующие государственные площадки. Предпринимателям их можно сдать условно за рубль, но строго под спортивные объекты с целевым назначением. Сам бизнес готов к новым формам сотрудничества, лишь бы поддержка государства была. Не хватает механизмов именно налогового стимулирования. Если государство считает эту отрасль приоритетной, необходимо и снижение НДС. Это создание неких механизмов при начислении страховых взносов. Как раз то, что должно привлекать людей в эту сферу. О пути к здоровому образу жизни эти люди знают многое. А главное, готовы поделиться полезными навыками со всеми желающими. Шарфы и сертификаты получают новые региональные послы ГТО. Эта история очень важна. И она сегодня является локомотивом в развитии массового спорта. Мы очень рассчитываем, что возрожденный комплекс ГТО будет стимулом для ежедневной подготовки к выполнению нормативов. Но и, конечно, тем самым приведет к постоянной дружбе со спортом. С золотыми значками здесь же отмечают и высокие спортивные достижения. Получить такие нагрудные знаки непросто. Из тех, кто приходит в центр сдачи нормативов, лишь треть выполняет комплекс упражнений полностью. Кристина Агафонова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. А первый день форума «Россия. Спортивная держава» завершился поздно ночью на Соборной площади. Она объединила тысячи молодых, здоровых спортивных россиян. На сцене выступали творческие коллективы города, представители спортивной индустрии, танцевальных студий и фитнес-клубов. Чуть позже подаваться на площади открыли малую спортивную площадку форума, где можно было сдать нормы комплекса ГТО. Ну а вечером молодые люди здесь показали мастер-класс по игре в футбол. Сцена же объединила почетных гостей из разных регионов страны. Специально к международному форуму в Ульяновск доставили огонь 29-й Всемирной зимней универсиады. Она пройдет в 2019 году в Красноярске. Ульяновск и Красноярск – одни из самых спортивных регионов нашей страны. Нас объединяют многие виды спорта, но один вид спорта объединяет нас точно – это хоккей с мячом. Ваша команда и наша команда являются флагманами этого вида спорта в Российской Федерации. Ну а зажег соборную площадь российский исполнитель и продюсер Тимати со своим музыкальным коллективом. Площадь взорвалась бурными аплодисментами при его появлении, а в воздухе зависли сотни телефонов, чтобы запечатлеть певца. Вместе с рэпером пели и танцевали под знакомые всей молодежи треки. Концерт шел больше часа, но россияне и гости форума не спешили расходиться. Ведь спорт заряжает и дарит отличное настроение, которым хочется делиться с окружающими. И к другим темам. В парке Дружбы народов прошел традиционный субботник дружбы. Вот уже на протяжении 15 лет представители местного отделения Союза Армян России участвуют в благоустройстве территории парка. Помогают им в этом студенты и активисты различных общественных организаций. Сегодня мы участвуем в акциях в национальных общественных организациях. Сажаем дубы и вешаем скворечники. Будем сажать деревья. Творить добро природе. Ульяновское отделение Союза Армян России в этом году выиграло президентский грант. Парк Дружбы народов. Обновление на полтора миллиона рублей. Весомая часть этих средств пошла на благоустройство входа со стороны улицы Портовой и своего участка в парке. С апреля месяца начались активные работы по расчистке территории парка. По проекту было запланировано 4 субботника. На самом деле мы провели уже более 30. Территория за многие десятки лет была очень сильно запущенной. Больше двух гектар мы расчистили от мусора, от повалившихся деревьев. За это время нам удалось создать аллею национальностей. Фото зона, зона кухни, вот здесь еще будет беседка в течение вот этого месяца, аллея. Это все сделано в рамках гранта. Парк Дружбы народов. Нам хочется, чтобы ее восстанавливать. А сейчас уже результат видно. Практически чаще уже людей спускается сюда. Не так страшно, нету таких мусоров. Там люди почувствуют, что в порядок. Семьями приходят сюда. Выходные дни свадьбы постоянно здесь уезжают. Здесь на обновленной территории уже провели несколько мероприятий. И в этом плане, считает организатор субботника, у парка большие перспективы. Помочь в дальнейшем благоустройстве всей территории некогда красивейшего места Ульяновска призывают как жители региона, так и другие национальные автономии нашей области. Что нужно, чтобы привиться от гриппа? Ответ в кратком новостном блице от моих коллег. Прививочная кампания против гриппа в самом разгаре. Сегодня вакцинацию прошли 255 тысяч ульяновцев, и это 42% жителей области от плана. Примечательно, что на этой неделе заболеваемость немного снизилась. И по данным регионального Минздрава, пока не зафиксировано ни одного случая гриппа. В основном люди уходят на больничные из-за ОРВИ. Чтобы избежать серьезных осложнений после него, и нужно делать прививку. Для этого в Ульяновской области еще в августе в рамках федерального финансирования поступило 272 тысячи доз вакцины с авигрипп. Прививочная кампания продлится в регионе до 1 ноября. Все желающие могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства бесплатно. Перед иммунизацией необходимо проконсультироваться с терапевтом или педиатром. По вопросам вакцинации, профилактики гриппа и ОРВИ, ульяновцы могут обратиться на круглосуточную горячую линию контактного центра Минздрава региона по номеру 8 800 273 07. Ульяновская область заняла первое место в ПФО по вводу жилья. Это данные по итогам 8 месяцев 2018 года. Как свидетельствует статистика, на тысячу человек населения в области введено 290 квадратных метров жилья. В целом, как отмечают эксперты, по обеспечению жильем в расчете на душу населения, Ульяновская область стабильно входит в десятку лучших в Российской Федерации, выполняя задачи, поставленные в майском указе президентом страны. Сегодня в Ульяновске будут обсуждать развитие киберспорта. Пройдет это на площадках Международного форума «Россия и спортивная держава». В тематической сессии примут участие заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, а также представители региональных отделений из Брянска, Иваново, Пскова, Тюмени, Санкт-Петербурга и других городов. В рамках встречи планируется обсудить вопросы организации проведения официальных международных соревнований на территории Российской Федерации. Кроме того, одной из тем обсуждения станет подготовка спортивного резерва в сфере киберспорта, а также взаимодействие общественных и государственных организаций по развитию данного вида спорта. Из тафета добрых дел заключенные из правительной колонии номер 10 города Димитровграда смастерили скворечники и кормушки для птиц. Умелыми руками осужденные изготовили десятки деревянных домиков, где пернатые смогут подкрепиться и согреться в ненастную погоду. В рамках воспитательной работы в наше учреждение были приглашены представители волонтерского движения города Димитровграда, где они провели ряд мероприятий и предложили провести акцию, посвященную именно по изготовлению кормушек и скворечников. Готовые изделия сотрудники колонии передали воспитанникам детского дома «Гнездышко». Теперь у ребят будет время проявить свою творческую фантазию. Воспитанники интерната раскрасят скворечники и развесят их на деревьях. Будем в дальнейшем сотрудничать и пусть ждут от нас подарка. И на этом акция не закончится. То есть мы планируем и по всему городу Ульяновску своим примером показать, как можно совершать добрые дела. Я хочу, чтобы мы помогли птицам перед Димой. Когда будет падать снег, они должны залазить в свои кормушки и там прятаться. Представители исправительной колонии и воспитанники детского дома «Гнездышко» говорят, что акцию взаимной поддержки собираются продолжать. И взрослые дети готовы дальше дарить тепло и делиться своим добром. Любимый край и нелюбимый город. Выставка с таким названием открылась в музее фотографии. Ее автор – непрофессиональный фотограф, как сам себя называет Дмитрий Илюшин. По образованию он радиоинженер, но главным занятием своей жизни считает исследование Ульяновской области. Он объехал все ее уголки. Со временем начал запечатлевать местные красоты на фотокамеру. Что же касается названия выставки, то ее автор объясняет так. Я патриот этого города. Я вижу, что он становится красивее. Но тем не менее, мне до безумия обидно, что у нас слишком много придуманных вещей. Такое ощущение, что нет личностей. И все время люди, которые просто этот город посетили, им ставят памятники. Это памятник Суворову. Это памятник Капелю. Это памятник Пушкину. Они просто проезжали мимо этого города. Им ставят памятники. Но это же бред. Или тот же самый арена в честь футболиста Яшина, который сыграл один раз. Не Афанасенко, который прожил на этой арене полжизни. Хобби Дмитрия Илюшина – путешествие по родному краю. Переросло в проект по развитию туризма в нашем регионе. Два года назад он создал свое бюро путешествий. И теперь он любуется красотами Ульяновской земли не один. Столько людей, глядя на его снимки, стремятся побывать в этих местах. Столько людей, которые когда-то уехали отсюда, стремятся вернуться. Именно потому, что он показал, насколько это красиво сейчас. Я считаю, что он большое дело сделает. И вот эта выставка – часть этого тоже большого дела. Каждый месяц есть свое место, которое я просто обожаю. Но вот сейчас, например, я обожаю Граны Ухо. Потому что это стоишь над обрывом. И где многоцветие листьев, которые уходят холмами за горизонт. Это очень красиво, это вдохновляет. И вдали виднеется очень сильная, синяя Волга уже холодная. Сейчас. Но в мае – это вот долина пионов. Ну вот не та пионка, не те долины пионов, где проводят фестивали. А там есть селищевая балка, где пионы уходят за горизонт. И на рассвете просто стоишь и получаешь полный восторг. Выставка Дмитрия Илюшина в Музее фотографий продлится до 6 ноября. И это все новости к этому часу на телеканале «Россия-1». Выпуск региональных вестей выйдет в 18.00. Не пропустите. Ну а на телеканале «Россия-24» увидимся в 19 часов 30 минут. Сейчас в Ульяновске 11 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%. Ветер северо-западный в 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.